Девушки отдыхают Классификации большой, насыщенной, долгой лыжной многодневки, тур, дески. 15 километров свободным стилем, три круга по 5 километров и все практически готово для того, чтобы этот самый старт дать. Хейдивен, Тереза Йохаук, Анна Хоук насобирали желтых карточек за свое поведение на предыдущих этапах. Ну и вы видите, Лаура Монанен тоже не удержалась от подобных вещей. Ну а лидер общего зачета Кубка мира, лидер текущего мини-тура, точнее многодневки этой Марит Бьоргин готова отправиться на дистанцию с просто катастрофическим запасом времени. Честно говоря, сложно представить и кого-то выделить из преследовательниц, которые могут хотя бы приблизиться к ней на расстояние, может быть, минуты или хотя бы 30 секунд. Марит Бьоргин в фантастическом состоянии находится сейчас. Об этом она говорит, об этом говорят специалисты. И специалисты норвежские, да и всего мира утверждают, что Марит сегодня может остановить в борьбе за хрустальную пирамиду только какая-либо болезнь, какой-либо недуг. Она готова как никогда. И, собственно, соперниц у нее сейчас нет. Юстина Ковальчик, неоднократный победитель этой престижной многодневки, сейчас не готова на те все 100%, которые она может выдавать. Хейдивен, второй стартовый номер на сегодня. Отставание от Марит Бьоргин. Минута 35. Тереза Йохаук, которая, может быть, попытается сегодня хотя бы сократить отставание от Марит. 2.17 у нее в пассиве. Для нее, конечно, сегодня решится очень и очень много. Если она сможет приблизиться хотя бы, отыграть от этих 2.17, ну, может быть, минуту или секунд 45, тогда шансы у нее хороши, учитывая, что через день классический масс-старт. А в классике она в этом сезоне выглядит просто превосходно. Есть у нее хорошие шансы сократить еще отставание от Марит Бьоргина. Может быть, в горе зацепиться и оформить так называемый дубль на тур-дески. Действующая чемпионка и обладательница Хрустальной пирамиды пока что-то противопоставить Марит Бьоргин, отправившись на дистанцию, только что не может. В ближайшие несколько минут работать для вас будет комментатор Андрей Романов, режиссер Павел Кувшинов. В таком дуэте мы вместе с вами, уважаемые друзья, и будем верить и надеяться, что девушки, в частности, вот эта прекрасная дама-снежная королева, как ее уже успели окрестить и норвежские журналисты, и специалисты, преподнесет нам сюрприз. Хороший сюрприз, хорошую борьбу покажут под стать той, что мы увидели несколько минут назад в Оберхофе в исполнении Антона Шипулина, в частности, да и всех мужчин в эстафете. Так вот, Марит Бьоргин имеет запас солидный более полутора минут, кто к ней приблизится, сказать сложно, да и практически, наверное, никому это не удастся. Итак, Юстина Ковальчик следом за Терезой Йохаук, правда, следом это назвать очень сложно. Там отставание от Терезы примерно минута 8 секунд. 3.25 от Марит Бьоргин, просто невероятно. Эмма Викин, которая очень здорово себя показала на предыдущей гонке днем ранее в классике, и последний, кстати, километр Эмма провела гораздо мощнее даже той самой Марит Бьоргин, которая выиграла, одержала победу. Но, тем не менее, Эмма Викин сегодня настраивается на самые высокие результаты, хотя 3.30 выбрать, вы сами понимаете, за 15 километров невозможно. Все-таки впереди Марит Бьоргин, а никто бы то ни было. Ринхальд Хага из сборной команды Норвегии, 6-й стартовый номер, 3.43 отставание. Анна Хоук от 4.01. Николь Фессель, сборная команды Германии, 4.03. Йохаук только готовится отправиться на дистанцию. Для Терезы, кстати, сегодня принципиально, как она сама заявила, подобраться максимально близко к Эйдиве. А Марит Бьоргин, она уже практически не думает. Да, может быть, где-то в подсознании у нее еще и висит, что шанс, надежда на хорошее прохождение в целом этого турдыски, возможно, даже на победу у нее существует. Но сейчас пока она готова все-таки зацепиться за Синицу, которая у нее, в принципе, еще в руках находится, и пободаться с Хэйдивен. Получится сегодня это или нет? Все-таки Хэйдивен в коньке гораздо мощнее и сильнее смотрится Тереза Йохаук. Но чистота, конечно, феноменальная. Феноменальная у Терезы, как это было и всегда, как это есть и в классике, и в коньке. Может быть, не настолько мощный толчок, не настолько мощный прокат, как этого хотелось бы и самой Терезе, и всем остальным. Ну, так или иначе. Ну, а вот это Юстина Ковальчик, многократная чемпионка и победительница турдыски. И по инсайдерской информации, уважаемые друзья, эта девушка поможет русской марафонской команде на вас залопит. Александр Иванович Тимонин предоставил этот эксклюзив нам с вами, Евроспорту в частности, за что им огромное спасибо, руководитель русской марафонской команды. Так вот, Александр Иванович убедил, все-таки уговорил Юстину поучаствовать в составе нашей команды, русской марафонской, на известном, престижнейшем марафоне, 90-километровом ваза лопит. Юстина Ковальчик готова помочь нашей команде, осталось уладить кое-какие нюансы, которые не повлияют уже на окончательное решение. Честно говоря, вот сейчас по составу в русской марафонской команде просто дрим-тим. Там и Александр Легков на определенные гонки, заявленные, естественно, после чемпионата мира, и Максим Валикжанин, Юстина Ковальчик и действующая победительница марчелонги Юлия Тихонова. В общем, самое что ни на есть, команда мечты, остается только нашим ребятам и девчатам пожелать удачи и успеха. Ну и, конечно, Александр Иванович Тимонин, который, как известно, хороший энтузиаст, всегда продвигает лыжные гонки где бы то ни было. Пусть это и Ваза Лопет, пусть это марафонский кубок и так далее, и так далее, но тем не менее, имен всегда в его команде хватало, и это очень здорово. Марит Бьорги на отметке 2,4. Преимущество будем смотреть, сколько в итоге у нее будет, сколько она за 2,5 километра сумела отыграть, а может быть, проиграть. Возвращаемся в Тоблах и перед днем отдыха это заключительная гонка. Турдески, соответственно, пятый этап и женский пассют на 15 километров Марит Бьорги на отметке 7,4. На предыдущих отсечках, так, 5,7 Марит Бьорги выигрывала у Хэйди Вэн минуту 45. Ребята, это же просто невероятно. Резью Хаук проигрывала 2,23 шансов ни у той, ни у другой. Побороться, даже приблизиться к Марит Бьорги нет никаких, абсолютно никаких. Марит Бьорги готова, как никогда, и отдавать победу. Пятую победу подряд на этой многодневке не намерена отдавать никому. Это, кстати, если вдруг получится так, что Марит Бьорги выкосит абсолютно всю программу Турдески. И нынешнему, естественно, в программе, в истории Турдески ничего похожего не было никогда. Вот это, что называется настоящий универсал, который готов выигрывать абсолютно все. Ну а сейчас давайте поговорим вновь с нашим экспертом, с которым мы связывались и на мужской гонке, Сергеем Кляниным, призером чемпионата мира. Сергей, еще раз приветствую. Ну что, вот в таком положении, когда Марит Бьорги выигрывает очень-очень много, с ней бороться можно или она уже победитель Турдески, можно уже сейчас об этом говорить? Ну, я думаю, нельзя говорить сразу, что она победитель Турдески, провести может все, что угодно. Но шансы очень большие, что она выиграет эти соревнования. Тем более, посмотрели сейчас, как она чувствует себя на гонке. И даже Юхау, которая на дистанции может побороться с ней, она не оказала должного сопротивления. Так что, ну, очень большие шансы, что она победит. Если вдруг, допустим, да, сегодня Тереза или завтра там невероятную гонку выдаст и приблизится, сколько, допустим, на ваш взгляд, нужно Марит запаса, чтобы не подпустить в финальной горе Терезу к себе? Ну, в принципе, я думаю, Терезе на 9 километрах, я думаю, на секунд 40 отыграть, это реально. И суметь побороться на финише, если будет 40 секунд. Сергей, ну и по нашим девушкам, лучшая пока у нас Женя Шиповалова, кстати, ваша подопечная. Отставания, понятно, что очень высокие, но в целом выступления нашей сборной по отдельным этапам, как можете прокомментировать, охарактеризовать? Ну, я хочу добавить, да, Женя у нас самая опытная, да, и она показывает за счет опыта и своих там спринтерских качеств она там выступает неплохо. Ну, и Алютина Таныгина тоже показывает возможность борьбы за десятку. Вот, а девчонки остальные там еще молодые, но, по крайней мере, есть элементы борьбы, они там продвигаются, продвинулись на несколько позиций вперед и зарабатывают определенные очки. Это радует, но, я думаю, это будущее за девчонками, и будем надеяться, что в следующий год и там через... Я думаю, что через года-два они будут показывать уже достойные результаты. Сейчас в нашей команде, может быть, среди юниоров, подходящих, да, к основной сборной, есть качественные, на ваш взгляд, в будущем универсалы, которые вот действительно под стать Бьорген, Йохаук или той же Вэн смогут и в спринте, и на дистанции хорошо себя проявлять? Ну, я не люблю выделять кого-то лично, да, но я вам скажу по опыту, что у нас таланты, они не перевелись, и этих талантливых девчонок и ребят у нас всегда очень много, страна у нас большая, тем более она северная, и в лыжных дисциплинах у нас всегда есть и большая, и хорошая конкуренция, тем более на детских соревнованиях выступает очень много спортсменов и спортсменок, вот, и я знаю и надеюсь, что дальше, в дальнейшем они смогут при определенных обстоятельствах смогут показывать очень хорошие результаты, и я даже уверен в этом. Сергей, спасибо вам большое, Сергей Крянин на прямой связи со студией Евроспорта был только что, Сергей Крянин, который возглавляет сборную Хантамансийского автономного округа, человек, который поднимался на подиум на чемпионатах мира, входил в сборную России, естественно, в общем, человек, который опытен и знает то, о чем говорит, еще раз мы ему говорим спасибо, и на мужской гонке мы с ним связывались, и по женщинам поговорили, очень-очень здорово, как всегда, все по полочкам разложил Сергей. Но что касается Марит Бьоргина, вы сами все видите, отметка 7,4, преимущество ее просто феноменальное, 2,24 над Терезой Йохаук, я напомню, что на старте было 2,17, может быть, не так много, но тем не менее, провисает постепенно и Тереза, и отыграть что-то у Марит, неудержимый Марит, она пока не может. Отметка 8,6, посмотрим, что будет здесь на данный момент. Ну что, более половины дистанции осталось позади, Марит Бьоргин, для которой в одиночку работать, конечно, гораздо тяжелее, нежели, может, той же Тереза Йохаук, правда, Тереза Йохаук переложится к Хэйди Вен и вместе со своей соотечественницей поработать в паре в команде не может. Что касается «Россиянок», 11-й стартовый номер сегодня у Евгении Шиповаловой, 4,23 отставания, Алифтина Таныгина в гандикапе имеет 4,25, на старте у нее 12-й номер. Что касается других наших девушек, Оксана Усатова, 30-й стартовый номер, 6,13, Ольга Кузякова, 6,15, 31-й стартовый номер, Юлия Иванова, 33-й номер, имеет 6,22, Надежда Шуняева, 43-й, 7,49 отставания, Анна Нечаевская, 8,15, 44-й стартовый номер, и Анастасия Власова, 45-й, 11,38 в пассиве относительно лидера текущей многодневки Марит Бьоргин. Вот таковы показатели. Юлия Иванова, которая набирает форму, и после нескольких этапов здесь на турдеске, сказала, что постепенно набирает обороты, и ей важно сейчас как можно больше стартов проводить, поэтому, конечно, какие-то серьезные задачи здесь на турдеске сложно ставить. Гандикапы. На ваших экранах Бьоргин Вен и Йо Хаук. Минута 49,2.27. Между Вен и Йо Хаук было примерно 42 секунды. Сейчас, как вы видите, это преимущество, и расстояние между двумя девушками тоже увеличилось, пусть и ненамного, но, тем не менее, это говорит о том, что Тереза Йо Хаук ни в коем случае не приближается к вот этой девушке, к обладательнице черного Биба. На текущей гонке возглавляющий спринтерский зачет. Тереза Йо Хаук, как всегда, чистит и под каждый шаг молотит, будь здоров, но продвижения вперед пока ей не хватает. Очень много они со своим тренером в межсезонье поработали именно над подобной работой, над чистотой, над режимом с серьезным потреблением кислорода. Пока приносит этот результат, соответственно, в классике. Только в коньке не удается. Но это зависит, конечно, прежде всего и от технических составляющих, от технического оснащения, которым обладает Тереза. Если в классике ей хватает, собственно, чистоты и какой-никакой у нее есть прокат, то вот в коньке подобные вещи не проходят. Здесь должен быть абсолютно хороший, четкий прокат и давление спины, которой по большому-то счету у Терезы нет. Но обратите внимание, у Марит Бьерген две спины Терезы Йо Хаук. И сами можете понять, насколько мощнее у нее, естественно, будет проталкивание вперед и сам толчок. Как здесь будут работать в следующем межсезонье? В этом году Терезы Йо Хаук в коньке. Но конек ей точно абсолютно нужно подтягивать, если она хочет бороться в следующих сезонах. Прежде всего, вот с этой примой норвежской, с Марит Бьерген. И рано или поздно все-таки отодвинуть ее на второй план и попросить, вежливо попросить по результатам, быть теперь ее Грегори оруженосцем. Для этого, конечно же, Терезы Йо Хаук нужно подтягивать свободный стиль. Как она это будет делать, пока непонятно. Может быть, закачивает спину, я не знаю, может быть, плечи, руки. Но так или иначе, пока мощи для хорошего продвижения в свободном стиле ей не хватает. А Марит Бьерген легка, непринужденно. И, по сути, не оставляет никому шансов на то, чтобы оспорить ее преимущество в этой многодневке. На отметке 8,6 Бьерген выигрывала у Вен. Минуту 49, практически минуту 50 без одной десятой. Тереза Йо Хаук проигрывала Бьерген 2,31. Но зато чуть-чуть отыграла у Хэйди Вен. Одну секунду примерно относительно того, что было на старте. Как вы понимаете, добрать все-таки за оставшиеся 5 километров даже меньше Хэйди Вен вряд ли представляется возможным для Терезы Йо Хаук. Сама Хэйди, которая на ваших экранах сейчас, кстати, удивлена своим преимуществом, столь весомым над Йо Хаук перед этим этапом. Говорит, что для нее стало сюрпризом. И тот факт, что во всех гонках она в итоге пока оказывалась на подиуме и идет к тому, что в пятой гонке подряд также поднимется на пьедестал. С нетерпением, сказала, ждет эту коньковую гонку. Ну и выргулась так, хорошенько выргулась по поводу предстоящей горы Альпедичер Мис. Потому что говорит, что хотелось бы ей иметь перед этой горой запас, ну, может быть, в минуту-полторы от Терезы Йо Хаук для того, чтобы удержать второе место. Получится это или нет, сложно сказать, потому что впереди еще классический масс-старт, в котором, конечно, Тереза помнет ее хорошенько и намнет ей серьезно бока. Сама Йо Хаук говорит, что готова вроде бы дать бой сегодня Вен. Но при этом отмечает хорошую форму своей соперницей Хайди. На классической даже пятерке Тереза говорит, что выглядела Хайди очень неплохо. Что для нее тоже удивлением стало. Но, тем не менее, тем не менее, бросать руки не собирается. Но что касается Марит Берген, о ней вообще ни слова. Тереза не сказала, а это значит, что понимает. Прекрасно понимает Тереза. Отстоять свой титул ей в этом сезоне будет крайне-крайне непросто. Заехать первой на Альпедичер Мис, для этого ей нужны чудо или болезнь? Как говорят сами специалисты, которая может остановить Марит Берген. Естественно, мы Марит не желаем ничего подобного. И все-таки вот эта единственная вершина, которая ей не покорилась за ее столь знаменательную, насыщенную карьеру. Все идет к тому, что все-таки эта планка, это проклятие будет снята. И Марит Берген все-таки турдески выиграет. Была у нее возможность в 2012 году одержать победу, но там была неудержима Юстина Ковальчик. На таком же пассиуте Марит тогда выиграла 2 секунды у Юстины, но в итоге в горе проиграла. Отступила назад и Юстина отпраздновала победу. Для Юстины эти пассиуты коньковые заканчивались победами только когда вот этой прекрасной барышни в числе участников не было. Все-таки в коньке Марит Берген всегда была сильнее Юстины и здесь с этим не поспоришь. Итак, последние километры женского пассиута в рамках пятого этапа многодневки турдески. Отметка 10,7 Берген Вен здесь уже появились. И вот преследователи. Преследователи, которые проигрывают трамвайную остановку и, наверное, еще немножко. Юстина Ковальчик, которая подпустила к себе Эму Викин и Ранхельд Хагу. Вот в таком вот трио они продолжают работать. Юстина набирает форму. Это видно и по динамике движения ее, и по тому, как она в целом выглядит с точки зрения психологии и функционально. Набирает форму, идет по восходящей. Это тоже не может не радовать. Отставание, вы видите, просто катастрофическое. Напомню, что на старте Юстина Ковальчик, имевшая четвертый стартовый номер, проигрывала 3,25. Сейчас проигрывает Юстина 4,13. То есть практически минуту еще отхватила за 10 километров польская гонщица. Анна Хог, Эму Викин, кстати, тоже говорила, что ждет, ждет, будет точнее ждать на дистанции, когда Анна Хог к ней приблизится. И, быть может, получится поработать вдвоем, двум шведкам. Но пока такой возможности Эмма Викин своей соотечественнице не дает. Хватает у нее, в общем-то, попутчица-то и Хага, и Ковальчик. Здесь тоже хорошая компания, которая способна поработать с сменами. Кстати, по поводу смен. Евгений Белов после финиша-то возмутился очень сильно. И так вот, знаете, пальчиком-то погрозил Петеру Нуртугу за то, что тот так некрасиво себя повел. Женя сказал, что так не делается. Все-таки это не последний этап Кубка Мира в турдеске. И вот так себя вести, сидеть на хвосте и ни в коем случае не работать, не проводить ни одной смены, а потом просто нас всех вот так облапошить, это некрасиво. Сказал Женя, разозлился по-хорошему. И, я думаю, в субботу в классическом Мастарте он попытается, во всяком случае, доказать Петеру, что тот был неправ. И это очень здорово. Дополнительная мотивация для Жени, да и, наверное, для Петера Нуртуга. Который, кстати, без зазрения совести признался, да, это была моя тактика. И я прекрасно понимал, что эта тройка сильнее меня. В гонке мне нужно было в этом паровозе усидеть. И только в таком случае, вот так атаковав, я мог одержать победу. Что, собственно, и получилось. Поэтому он даже и не скрывает и никакой там печали, досады, может быть, какого-то смущения. Естественно, у Красного Убийцы нет, не было и никогда не будет. На то он Красный Убийца, на то он Петер Нуртук. Весь такой неповторимый, великий и большой молодец. Ну, так или иначе, спортсмены должны сами разбираться на дистанции. В какой-то степени я Женю, конечно, Белову понимаю, как ни крути. И Женя здорово смены свои проводил и Хальварсон. Ну, а про Мартин и Йонсер Досунбе говорить нечего. Он тележил очень-очень долго. Точнее, тележил Петер Нуртук, а он тащил на себе большую группу из четырех человек. А Петер Нуртук грузом, тяжелым грузом висел на плечах у своих партнеров по отрыву. Сам Петер, кстати, отметил, что, в общем-то, Мартин Йонсер добился того, чего хотел. Удалось ему убежать от альпинистов Хельнера и колонии перед горой, обезопасить себя. Ну, а завтра, наверное, послезавтра, точнее, в Мастарте вряд ли что-то смогут сделать швейцарец-швед для того, чтобы сократить это отставание, которое сейчас есть в генеральной классификации у них. Ну, а что касается женщин, отметка 12.8. Хэйди Вэн появилась здесь с отставанием минуты 55. Тереза Йохаук, посмотрим, сколько будет проигрывать. И в итоге Тереза еще чуть-чуть уже проиграла на текущий момент своей соотечественнице Хэйди Вэн. В итоге сейчас 46 секунд, на старте было 42, напомню. Тяжело, тяжело даются последние километры этой дистанции Терези Йохаук, но Марит Бьерген как начинала, так бодро, так и продолжает. В том же ритме, в том же духе двигаться, никого абсолютно не подпуская к своим владениям. Посмотрим, что будет на отметке 13.6. Хэйди Вэн вот уже здесь появляется. Тоже достаточно бодро выглядит. Действительно, как отмечала и сама Марит, и Тереза Йохаук, Хэйди готовы сейчас очень хорошо. И видно, что выходит на свой пик постепенно. Если уж в классике так здорово она себя проявила накануне, то что говорить о коньке, в котором она всегда чувствовала себя словно рыба в воде. Еще немного, еще 4 секунды проиграла после предыдущей отметки Хэйди Вэн Марит Бьерген. Но преимущество, точнее отставание Терезы, которая вроде бы и продолжает действительно очень часто работать. Такое ощущение, что на спринт пошла с самого начала, с самого старта этой гонки. Тереза Йохаук и в таком же ритме сумасшедшим продолжает работать. И тем не менее отставание ее растет. Отставание увеличивается. Просто невероятное. Уму непостижимо, как в такой частоте можно работать 15 километров. Так чистить, так молотить. Согласен с коллегами английскими, которые вот тут параллельно вещают. Действительно фантастика. Здесь другого не подберешь слова. При такой фантастической частоте работать все это время, всю эту дистанцию. Просто невероятно. Ну а Марит Бьерген спокойно, красиво, без проблем накатывает на финиш, одерживая пятую победу подряд на текущей многодневке Турдеске. Вдуматься только. Пятую победу подряд Марит Бьерген. Просто невероятно. У нее впереди остался еще классический мастарт, который она скорее всего выиграет. Потому что вряд ли, вряд ли Тереза Йохаук, несмотря на свои классические способности, на свои классические козыри, сможет сломить вот эту девушку, которая здесь на Турдеске готова как никогда. Такую форму на Турдеске от Марит Бьерген мы еще не видели. Кто ее остановит? Только какое-то чудо или наоборот недуг. Конечно, еще раз постучим по дереву Марит Бьерген хорошего окончания этого Турдеске, который, по сути, она себе уже обеспечила в нем победу. Обеспечила. И в любом случае эту победу она заслужила. Думаю, что со мной вряд ли кто-то будет спорить. Потому что она добыла эти победы. Абсолютно заслуженно. Честно, бескомпромиссной борьбе. Отметка 13,6. Так, Ранхельд Хага и Эмма Викин сбросили Юстину Ковальчик. Юстине тяжело дают с последние километры. Да, тяжело. Как всегда, стиснув зубы, Юстина карабкается дальше. Но проигрывает еще больше. 4,34 от Марит Бьерген. Ну что, подводим итоги. Марит Бьерген на финише будет иметь запаса над своей, наверное, самой опасной соперницей. Тереза Йохаук порядка 2,50, а может быть даже и трех минут. Если вдруг завтра Тереза Йохаук где-то спуртует невероятно. Не завтра, послезавтра в Вальдефиеме, конечно. В масс-старте. Если вдруг неожиданно выдаст феноменальную скорость и попытается как-то где-то сбросить. Я думаю, что максимум, что она сможет отыграть секунд 15. Ну, плюс те 15 секунд, которые она получит за бонификацию. Но я думаю, что Марит Бьерген максимум, что может преподнести сюрпризов Терезе, это быть второй, а не первой. Ну что ж, так, Хэйди Вэн, естественно, завершает на второй позиции эту гонку, проигрывая около двух минут в итоге. Бонификацию учитываем 10 секунд. У Марит Бьерген 15. И в итоге отставание генеральной классификации Хэйди Вэн от Марит Бьерген будет составлять примерно 2 минуты и 8 секунд. 2 минуты и 8 секунд. Ну, а что касается Терези Йохаук, 5 бонификационных секунд здесь ей, конечно, погоды абсолютно не сделают. Абсолютно не сделают. Дай бог бы ей здесь в 3 минуты уложиться гендикапа относительно Марит Бьерген. И эти 3 минуты растоптать ей в классическом астарте в Вальдефьеме не удастся. Я не знаю, что должно произойти с Марит Бьерген, чтобы вот эта маленькая принцесса смогла отыграть 3 минуты. Даже если она вдруг неожиданно где-нибудь с горы сядет в академическую двойку распашную, попросит своего бойфренда прикатить ее сюда, в любом случае отыграть эти 3 минуты не получится. Йохаук третья, 2.51 отставание в итоге от Марит Бьерген. И, учитывая бонификацию, в 3 минуты, примерно 3 минуты, Тереза Йохаук будет проигрывать перед предпоследним этапом этого турдески Марит Бьерген. Эмма Викин, обратите внимание, не зря тренеры и специалисты шведские, да и журналисты отмечали, что Эмма в прекрасной форме находится в конце этого турдески. И действительно прогнозировали они еще больший прогноз, ай да чистота, здесь позавидовала бы сама Тереза Йохаук. Викин сбрасывает, скорее всего сбрасывает Ринхельдхагу, а Юстина Ковальчик спокойно доезжает. Этот пассьют в надежде не подпустить еще и Анну Хоук, которая там вот сзади, метрах, наверное, в 30-20 позади польской гонщицы. Ай да Эмма Викин, как здорово финишировала в стиле Петра Нуртуга сегодня, который взорвался именно на этом самом подъеме и оставил позади своих конкурентов, которые везли, волокли его на себе все 25 километров. Эмма Викин вновь четвертая. На втором этапе подряд она в четверке сильнейших, это не может не радовать, я думаю, что шведских тренеров и Шарлотт Калла, которая пока на этой многодневке выглядит не самым лучшим образом, да и, наверное, в целом по сезону. И Шарлотт Калла, которая одерживала победу на этой многодневке, ничего не может сделать, ничего пока не может сделать, чтобы хоть как-то оспорить преимущество норвежек, хоть как-то составить им конкуренцию. Да, Анна Хог, седьмой стартовый номер, заезжает то ли седьмой, то ли восьмой вместе с Николь Фессель, но я думаю, что все-таки Хаг оставят на седьмой позиции. Многоопытная Николь Фессель тоже в этом сезоне почувствовала второе дыхание, вторую молодость, может быть, пока вот седьмое и то и другое определяет график. Денис Херман после фантастического олимпийского сезона, где она штамповала подиумы и победы в спринте, пока в этом году для Дениса не все складывается лучшим образом. Так, Левтин Таныгина у нас, тринадцатая, заезжает. 5.28 отставания, Таныгина проигрывала 4.24, минуту чуть больше проиграла, и вот Евгения Шаповалова. В итоге финиширует Шаповалова, которая, кстати, в Чусовом, несколько недель назад выиграла многодневку, вот такую а-ля Турдески. Ну, вот такую вот подготовку к многодневке этой, мировой, провела очень хорошим, очень хорошим и бодрым ключе. 16-й результат у россиянки Евгения Шаповалова, Энекилунин 15-й, Элизабет Стефен 14-й. Сегодня Джесс Диггинс, как вы видели, по стартовому протоколу не стартовала и, соответственно, пропускает оставшиеся этапы. Представительница команды Соединенных Штатов Америки Кикен Рэндалл после спринта тоже решила здесь, на этой многодневке, повесить лыжи и палки на гвоздь, пока ненадолго. Можно перевести дух отдохнуть, но из американок остается здесь не очень много спортсмена, которые будут доезжать эту многодневку до конца. Вообще с каждым годом. Так, это что же, я рановато, получается, записал отказники Кикен Рэндалл там, учитывая вот эту ее прическу и окрас волос, судя по всему, это она и есть. Да, скорее всего, Кикен Рэндалл здесь еще участвует, продолжает борьбу и, что ж, молодец, молодец, продолжает бороться Кикен. Да, Кикен Рэндалл здесь летом за Амонье, француженкой Дебертолес, итальянкой, финиширует американка, отставание 7-21. И вот большая компания, большая группа лыжниц тоже накатывает на финиш Кикен. Для нее, в общем-то, тоже не в диковинку доезжать до конца эти многодневки подобные турдески, но в любом случае доберется она или нет, то, что сегодняшний пассьют она решила пробежать, это, конечно, очень здорово для нее, большая молодец. Итоговые результаты 15-километрового пассьюта у девушек на ваших экранах. Победу здесь одержала Марит Бьоргин и еще раз увеличила свое преимущество до феноменального просто отрыва над ближайшими преследовательницами. И велика вероятность того, что весь подиум турдески итоговый будет, конечно же, норвежским. Как это мы уже привыкли видеть и, может быть, кому-то мозолит вот этот вот красный свет, глаза на подиуме. Но, тем не менее, факт остается фактом в этом сезоне. Красная женская машина топчет, давит, заминает, уничтожает всех абсолютно и лишь редкие гонщицы могут с ними поспорить в борьбе за подиумные места. Еще раз насладимся потрясающей техникой хода Марит Бьоргин, да и, собственно, всех призеров сегодняшнего женского пассьюта. Для вас работал комментатор Андрей Романов, режиссер Павел Купшинов. Друзья, спасибо вам за внимание. Встретимся, услышимся в субботу на Мастартах. Пока-пока.